от пациента мрт делал через три месяца после артроскопии левого плечевого сустава банк арт плюс ремплессаж но интересует больше акромиально ключичный сустав так как после вывиха предшествующего операции ключица выпирает и виден явный синдром клавиши при этом на описании мрт которые сделали по этим снимкам сделано в сербии повреждений акс не описано консультативное заключение по представленным мртомограммом пациента 27 лет дата исследования 27 ноября 2022 года область исследования левый плечевой сустав состояние после артроскопии определяется тробикулярный отек преимущественно в верхненаружных отделах головки плечевой кости с деформацией по типу хилл сакса на протяжении 19 миллиметров глубина импрессии до 10 миллиметров суставные поверхности ровные гиалиновый хрящ суставных поверхностей прослеживается не изменен в полости сустава определяется незначительное количество свободной жидкости перри артикулярные ткани не изменены косно-деструктивные изменения не выявлены обращает на себя внимание дегенеративное изменение суставной губы лопатки преимущественно в верхней трети суставная губа резицирована сухожилия надостной мышцы с признаками минимального отека в области прикрепления головки плечевой кости определяется компрессия сухожилия надостной мышцы в субакромиальном пространстве субакромиальное пространство 4 миллиметра сухожилия подосной малой круглой и подлопаточной мышцы и не изменены мр признаки субхондрального склероза суставных поверхностей акромиально-ключичного сочленения. Целостность его сохранена. Суставная щель 4 мм. Заключение. МР. Картина состояния после артероскопии, перелома Хилл-Сакса, субакромиального импеджмент-синдрома, левого плечевого сустава рекомендована консультация травматолога. 18 декабря 2022 года доцент кафедры КМ.Н. Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Симптом клавиши. Это не выпирание ключицы, а ее патологическая подвижность. У вас целостность ключично-акромиального сочленения сохранена, все с ним в порядке. Был перелом при вывихе, по типу Хилл-Сакса, осталась деформация головки плечевой кости. Суставную губу, ее оторванную часть, по всей видимости, убрали. Также есть компрессия сухожилия надостной мышцей, из-за этого могут боли, чувство неудобства при движении рукой. Вопрос пациента. Хочется задать несколько вопросов лентгенологу. У меня, к сожалению, нет на руках выписки с операции. Однако я хорошо помню, и мы несколько раз проговаривали с врачом, что во время операции суставная губа была фиксирована третьей якорными фиксаторами и еще дополнительной лентой, тут не знаю точного термина, а также вторая фиксаторами сухожилия подосной. Кажется, мышце было прикреплено в область дефекта Хилл-Сакса, так называемый, ремплессаж. Более того, я посылал лечащему врачу эти же снимки МРТ, и он сказал, что по ним все нормально. Соответствует ли это картине со снимков? Меня смутил ваш комментарий про то, что суставную губу убрали, так как смысл операции был, кажется, в обратном. У меня был повторный выех. Застарелая травма. Возможно, это как-то повлияло на то, как губу зафиксировали. Но мне сложно поверить, что мой лечащий врач дезинформировал меня по поводу проведения операции. И уж совсем не хочется верить, что губа снова оторвалась к моменту МРТ, старался реабилитировать аккуратно. Про ремплессаж тоже ничего в описании нет, и в оригинальном описании тоже. Про симптом клавиши, подвижность ключицы при нажатии тоже присутствует, значительно сильнее, чем с другой стороны, приложил в виде. Я замечал это еще до начала разработки, но особенно стало заметно уже, когда начал разрабатывать после проведения МРТ. Дает ли МРТ полную информацию о состоянии связок акромиально-ключичного сочленения, или необходимо провести другие обследования, рентген с нагрузкой и так далее. Ответ к МН. Котова МА. Первое. Суставную губу не убрали, а чуть подрезали. Она и сухожилия надостной расположены правильно. Про ремплессаж ничего сказать нельзя, так дефект глубокий. И чем он заполнен по данным МРТ не оценить. Второе. МРТ дает полную информацию о сочленении, признаков разрыва его нет. Играет музыка. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok